Моток. 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 Надеюсь, вы все хорошо знаете, помимо крупного и удающегося организатора практического здравоохранения, является офтальмологом. И, собственно, академические звания ей даны прежде всего за развитие офтальмологии. Продолжение следует... Глубоко уважаемые участники Высокого Собрания. Низкий поклон вам, огромное спасибо от меня за ту честь, которую вы мне оказали. Я даже не представляла, что это все будет так торжественно. Это впервые в моей жизни. Я не знаю даже, чем уж я так не служила перед Воронежской землей, но я постараюсь отплатить добром, работой и добрым отношениям тем, кто живет на Воронежской земле. Наверное, мы где-то единомышлены. Я сама родилась в Тверской области, Воронежской области. Это центр России. Мы одинаково смотрим на мир, одинаково понимаем нашу жизнь, знаем, почему существует. У нас одни учителя, и, наверное, вот это нас и объединяет служить людям, делать добро, быть милосердными и делать всю эту любовь, как сказал наш президент. Я хочу, конечно, вам всем похвальниться, сказать огромное спасибо ученому совету, вам, Игорь Дуарович, за эту честь. И я подумала, почему же я? Но когда я прочитала исторический очерк, я поняла, что первые больные, которые были в теперешнем университете, были классные больные. Наверное, вот тогда история спрограммировала, вот сегодняшний день. Вы выходите уже на финишную прямую. У вас потрясающая дата, стоите. А 99 это вообще, вы знаете, это праздник ожидания будущего какого-то прекрасного. Российская Академия поздравляет вас с этим праздником и 99-летием. В вам дарим адрес, где написано наше доброе отношение к вам, пожелания успеха, добра, благополучия, самое главное, здоровья всем сотрудникам. Но это пока вы там можете, так сказать, золотая, но не совсем золотая, а уж на 100 лет приедем с золотой. Сегодняшняя ваша генеральная репетиция, наверное, правильно сделана. Мне представляется, что вы уже с сегодняшнего дня начинаете готовиться. Спасибо. Я хочу вам пожелать этот год, чтобы вы был успешен, чтобы все показатели, а без этого никак нельзя, были на высоте, чтобы мы, как лекторы, были отличниками в этом году. Но, конечно, главное, будет здоровья. Денисский поклонник. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши главный музей в Академии, замечательный музей, это целая филарба комнат, и я попросу, чтобы все это было представлено там. Спасибо вам огромное. Спасибо. И, уважаемые коллеги, мы неоднократно уже были в Воронеже, проводили конференции офтальмологического направления. Но вот сегодня мне представилась возможность осветить вопросы, которые имеют отношение не только к офтальмологам, но и к представителям фундаментальной медицины, к представителям диагностического профиля, к интервьюстам, которые занимаются лечением сахарного диагностика, к психологической болезни и так далее. И остановиться на вопросах, которые сейчас на слуху у всех. Вопросы, если можно так сказать, модные, но вопросы крайне нужные и необходимые. Вот назвали мы его сообщили, биотемический, генетический предиктор о течении прогноза сосудистых заболеваний в глазах, персонализированной медициной в действии. Как она преломляется в нашей специальности. И новое ли это? Или это то, что было известно еще нашим учителям, и то, что мы всегда, российские врачи, пропагандировали то, что это было кредо, то, что это входило в традиционную медицину российской специальности. Если мы с вами посмотрим на этот первый слайд, то сразу обратите внимание, что развитие персонализированной медицины в Российской Федерации закреплено в государственном документе стратегии развития медицинской науки в России до 2025 года. И нам, уважаемый министр Вероника Игоревна Скворцова, выступление в 2016 году, а оно до сегодняшнего дня, безусловно, является актуальным, говорит о том, что для прорывного скачка в эффективность медицинской помощи необходимо ускоренное инновационное развитие медицины с формированием персонализированных подходов как прогнозирующих расположенностей к развитию заболевания, так и культивидуальной профилактике и лечения на основе индивидуальной генетики и других персональных особенностей человека. Что такое персонализированная медицина? С позиции Международной организации персонализированной медицины это использование новых методов поликулярного анализа для улучшения оценки предрасположенности к болезни и управления. Это международная терминология, она с 180-го года, и пока никто не оспаривал этот текст. Создатель концепции 5П медицины, профессор Верой Кур, говорит о том, что персонализированная медицина это только часть направления деятельности медицинских работников, куда входит и предъективная медицина, и примитивная медицина, и профилактическая, и партнерская медицина. Но сейчас уже говорят не о 3, не о 5П, а о 7П. И персонализированная медицина практически сейчас выливается уже в прецизионную точечную медицину, которая определяет работу, которую определяют генобортеры. И такие направления деятельности, как геномика, транспортоника, протеоника, метаболоника, являются основой вот этой прецизионной точечной медицины. Принцип работы геномортеров, что очень прост. На основе исследований геномортеров, врач выбирает правильное лекарство, выбирает правильного пациента с правильно поставленным диагнозом, правильное время и означает его в правильной дозе. И получает правильный ответ от этого пациента. В итоге пациент получает максимально эффективное и безопасное лечение. Все это кажется новым, но это далеко не так. Если вы посмотрите на портреты этого великого академика и в помощи его работы, то память в стульет было высказывание о том, что клиническая патология выявляет индивидуальные различия действия лекарства в зависимости от особенностей больного и деталей патогенезного болевания. Это создает основания для больного с самым большим недостатком факта патологии и шагового. То есть персонализация в несколько другом веке звучала еще в прошлом веке. И академик Боча, который основал кафедру нашей академии капитал-кунической фармакологии, вот так выразил свое отношение к индивидуальному подходу к лечению больного. Я помню, когда я училась в институте, это было, к сожалению, уже очень давно, мы именно с таких позиций подходили к лечению больного. Помнить каждого больного и каждого больного может быть индивидуальным. Соответственно, и лечение должно быть индивидуальным. Но сейчас это приобрело форму 3П, 5П, 7П, даже 9П, и сейчас говорят, это правильно, потому что мы действительно ведем от доказательной медицины, ее персонализированные подходы к изучению и получения наиболее эффективного, позитивного ответа. Я хотела вам представить работы коллектива академии, это офтальмологи и группа молитвальщиков, группа биохимиков, которые с 1987 года ведут эту шкону исследований любимого актера, хотя раньше этого так называли. И началось это с первого исследования цири активного белка, белка острое базовое спаление, которое мы увидели для офтальмологов, это ясно, на примере псевдоэксполиативного синдрома. Этот белок был обнаружен, зарегистрирован как открытие, и с этого времени, прощаясь на нашей базе, вот пошла целая серия исследований. В 1998 до 2016 года мы исследуем полиэтиленхиминовую систему, ее предшественники, про полиэтиленхим. Это показатель активации системы ответственной за проницаемость сосудистой стенки, поэтому вполне понятно, что изучалось контузии в ладном диапазоне, при которой сосудистая стенка становится как решитой вся клиника определена одиннолетним. Клиника биохимические аспекты, как и для мяса построго, но и для гладной перпендии, и сахарный диабет. Он будет регулировать практически при перечислении всех маркоров. Следующее исследование, это 12-е и 14-е годы, исследовались матрикс гелеталопротеазы, это элементы макробагов клетокроганицы и деструкции фибриллярных коллагенов. И отсюда сразу заболевания англогий глаз и геопетическая рейтинопатия. В 1998-1916 год изучался ампетензивный вращающий фермент. Это фермент, ответственный за гипотензивный кексик, кептик и исследовались те процессы, которые сопровождаются гипертензией, как грузии глазок, острое сокрытие, патология вторичного патологического галкума и так далее. Эластазы из нейтрофилов. Очень неприятное дело, это маркер воспалений и показатель проницаемости сосудистой стены. Отсюда исследования, при контурии, для искусственного исследования, появляется проникающее ранение глаз и реабилит исследования, которые сопровождались изучением этих маркеров. Следующий это альфа-1 фермент, вернее не фермент, а белок острых базов воспаления и опять же работает в контузии, проникающем ранение и появляется новое направление, хронические уверения. Альфа-2 макроглобулины. Это уже сосудистая патология, использовался этот маркер как показатель протеолитических ферментов плазмы крови и клеток при применении низкомолекулярного гепарина и токсепарина. Это впервые было сделано в термологической практике, сейчас это стало обычным мультивным делом. Но это были первые работы 2004-2006 годов. И очень интересные работы, которые пошли по диаметической рейтинопатии, с увеличением оксида азота, это маркер повреждения гандертелии и оксидативного стресса. Этот маркер практически отсутствует у пациентов в норме, появляется только в адресаторном диабете и при определенных стадиях снова разрушается и исчезает. Я вам покажу слайды, которые послужили основой для выдачи ни одного даже пациента, это очень интересные, практически впервые проведенные исследования. И показатели сосудистой патологии, показатели, маркеры, это дедимер, уникальный совершенно биомаркер, который сейчас стал, если можно так сказать, очень модно, его исследуют очень многие вороты и используются при различного рода тромбозах, но сейчас наступу уже у феницисса. И в последние годы, в 2015-2016-2017 год, появляются новые маркеры, генетические маркеры, в частности, компоненты цикла витамина К. Афтальмологу повезло. У нас есть уникальная среда, уникальная видность организма, звездная видность, которая представляет собой поликомпонентную метаболически активную биологическую систему, которая активно протекает и метаболические, и мемологические, и революторные, и защитные процессы, и многие гигиенические реакции. Слеза очень богата органическими и неорганическими веществами, более сборцетиков по фракции. Они используются в клинике научных исследований, и очень четко отработаны реферментные значения показателей слезы, определенный общий генок, мочевина, креатинин. Это все уже отработано. И это используется для диагностики различных заболеваний глаз, и оказывается, что при заболевании глаз, иногда в слезе появляется раньше большая количественная реакция вот этих маркеров, чем в других жидкостях организма. Вот здесь представим Заборский, где он хорошо виден, биохимический администратор, пациент диагностика. У нас прекрасная центральная научно-исследовательская лаборатория, у нас 4 пациента, у нас есть все современные аппараты, дают нам возможность проводить массу исследований. То, о чем нам говорят, что маленькая толика больших научно-исследований нашей академии, я немножко поправлю, если скажу, что было объединение, когда мы были соло, и не такие большие, как часть 5277 катера, мы занимались как раз, как доказательную госпитализованную активность на одного сотрудника по всем абсолютно параметрам эмблигационной активности. Сейчас мы где-то перешли немножко пониже, но наши партнеры, наши филиалы обещали в конце года подтянуться и вернуть нам вот эти позиции лидеров по опубликационной активности. Вот как мы определяли биомаркеров слезные жидкости. На суде, если и на реальный фактор 1GF-А и моноцитарный хематрактантин, мы определяли методом базового монопермерного анализа. Роль этих факторов связана с развитием машинины, геолоскуляризации, микроструктурных нарушений на теле сосудов и развития тех осложнений, в основном некоторых им водородовских потерь. Дозимер, определяясь с помощью реакции лапексной агрутинации, простая и довольная реакция, сейчас она в ходу, и это дает нам возможность широко доработать в этом направлении. Теперь, как мы все это применяем в клинике и что мы сделали? Прежде всего, мы избрали социально значимые, наиболее распространенные заболевания, где глаз является мишенью, мишенью патологическим очков, где сосредоточены все проявления основного заболевания, и прежде всего, мы взяли сахарный диабет. Взяли диабетическую рейтинепатии, которая относится к поздним микрососудистым осложнениям и которая очень часто закладывается мукулярным отеком, и при отсутствии лечения этого мукулярного отека острота зрения в течение двух лет может снизить до полной слепоты. Поэтому мы в поиск новых эффективных подходов к ранней диагности, диагностики, профилактики прогрессирования, к определению прогноза, определению индивидуального подбора направления лечения, это будет продемонстрировано, нужны эти маркеры. Это администеризация состояния, помимо того, что мы имеем остальные моды, покажем глаз, волокна и остальные показания инвестиционального состояния организма. Что мы в целом сделали? Мы доказали обоснованность ранней диагностики диагетической литинопатии на доклинических хрониста, они заболевают, когда нет еще в клинике на глазном дне, но в актеры говорят о том, что начинается пока. Особенно в диагетическом мукулярном отеке вот на основе оценки маркеров литинеза и целевого уровня литинопатии, ронолюбиноглобина, не просто сахарковой, а именно целевой уровня литинопатии, ронолюбиноглобина. И второе, что делают? И вложена схема патогенетического подбора в выбор метода лечения не только самого сахарного диабета, а в целом, если говорить, это сахарный диабет, который сочетается с возрастной эвакулярной дегенерацией, одна и даже возрастная группа, примерно одинаковая частота. Гипертонический, литинопатия, два фактора объединённые действия, что углубляет течение процесса со стороны органа зрения, глуполы, самая ужасная причина слепоты на полимонодии, которая основана на динамике маркеров литинеза, бюджет, роносипиоген, аллоген, криколиклинин, лимбосистема и так далее, звёздной жидкости. Вот с учётом, конечно, уровня литинеза и лимоглазина. Итак, сахарный диабет. Для химические предикторы фактора роста эндотелия, моноцитарный химатрактант гибелопы, следовались при диабетической рейтинопатии и диабетическом эвакулярном отёке. Это финальная стадия развития диабетической рейтинопатии. Слева — это картина глазного дна. Справа вы видите в виде пузыря изменённая сетчатка, её отёк. А впереди — это толщина сетчатки на проведенное компьютерным томографом. Исследовали матриксные металлопротеазы. Опять глазное дно. Сутус периметрия — это световая четвёртность сетчатки, толщина сетчатки на ОКТ и срез, сканированный линейный срез сетчатки на компьютерной томографии. Эти матриксные металлопротеазы, металлопротеазы, они сопровождают начальные процессы ангиогенеза сейчас. Мы не стали придумывать какие-то новые способы лечения. Мы взяли то, что принято во всём мире — лазер-когуляцией и введением пациентов, препятствующих развитию ангиогенеза. Мы взяли их сочетание. Мы взяли то, что рекомендовано нашими стандартами оказания медицинской помощи. То, что в течение 12 лет исследуется по системе АРОК ЗАРОК ЗОК и то, что признано всему миру. Базисная терапия сахарного диабета, антириджиоттерапия — это введение ранних зумов в стекловидное тело, это лазерная коопуляция сетчатки и антириджиоттерапия и лазерная коопуляция сетчатки. И вот биохимические предикторы анализировались вот в этих междисциплинарных исследований на различных стадиях. То есть мы подходили с позиции доказательности, насколько эта терапия не только по глазу, но и по показателям состояния биохимизма организма дает позитивный эффект. Антириджиоттерапия — поведение в стекловидное тело. — Мы не можем вообще рекламу создавать препараты, но для тех, кто сидит в зале и впервые это слышит, речь идет о препаратах стадо-люцентисе, о преперцентисе, еще таких исследований практически нет. И после трех инъекций антириджиотерапия, мы видим совершенно четко, как в желтой линии беже фактор MCP1 приходит через год, через 12 месяцев в норму. И вот клинический пример. Это больной с сахарным диабетом второго типа. Диабетическая реакционепатия, начальная стадия практически, мы не видим больших изменений на глазном дне, но современные методы исследования компьютерная томография показывает увеличение толщины сетчатки и по вот этим вот красным полям на схеме, и изменение следовой чувствительности по исследованию художественной периметрии, и постепенно к 12 месяцам все нормализуется на фоне введения ранебезума. Лазерное лечение, либо коагуляция по типу рекорды в шампутном порядке, либо память снарная коагуляция, это один и тот же глаз, у которого показана ангиографическая картина темная, и фотография глазного сна, но так для наглядности. Что мы получили при лазерном лечении? После трех последовательных сеансов лазер-коагуляции ангиогенные факторы практически не снижались, в отличие от ранебезума. И только к концу года отмечалась тенденция к снижению, толщина сетчатки тоже приближалась к морге. Следующие показатели, белковые фракции матрицы металл-катраза не особенно реагировали на, казалось бы, позитивную, проводимую терапию. Наоборот, имелось даже повышение этих показателей и практические ММВ-9 и ММВ-2 не реагировали на это лечение. И вот у больного, хотя мы имеем ту же самую картину, некоторое улучшение положительной динамикой есть, но вот здесь сказать, абсолютный позитив назвать вы нельзя. И вот комбинация введения в стекловидное тело ранее безума, это реально это заделывается в руку, и лазер-коагуляция как второй этап. В итоге мы получили наибольший эффект от подобного лечения. Быстро снижались показатели ВГФ, фактор МСБ, фактор, и это оказалось наиболее эффективным, что и прослеживается очень хорошо вот в этом примере, по-моему, очень наглядным у пациента. К чему мы в итоге пришли? Мы доказали, что в зависимости от состояния больного, зависимости от картины глазного дна, показателей целевого уровня гликированного гемоклобина. От показателей биомарфёров мы можем разложить показания лечения вот на несколько вариантов. Если уровень гликированного гемоклобина меньше семи, а показатели морфёров близки к норме, такой больнике не нуждается в терапии. Последовательно, по усилению всех вот этих показателей при отрицательной динамике, последовательно, персонализированно надо подходить к назначению различных видов лечения. То есть доказательность переходит по символизации. Следующая патология. Следующая патология – это сахарный диабет и возрастная мукулярная дегенерация. Многие знают о том, что в мире на сегодняшний день насчитывается более 30 миллионов смигут. И основной причиной слепоты является не только глоукома, но и сахарный диабет и дегенерация, которая появляется с возрастом. Средний возраст этих пациентов во всех этих группах примерно одинаково, где-то около 60 лет. И патогенез у них одинаковый, потому что это всё идёт основано на действительном стрессе. И это сложный процесс, который даёт развитие инвентариальной дисфункции с последующей гипоксией, воспалением и развитие необратимых изменений в неовоспалилизации сейчас. Вот в этой работе, которую мы провели уже сахарный диабет и возрастная мукулярная дегенерация, мы определили характерные признаки полмаркёров на периоде доклинического ранних стадиях и поздних стадиях сахарного диабета и возрастной мукулярной дегенерации. И было очень чётко продемонстрировано, что повышение уровня фактора BGF и LCP, слёзной жидкости, появляется ещё при отсутствии клинических проявлений на глазном дне. Это ранняя диагностика и это протибластика раннего назначения лечения. Ну и так же, как в предыдущем случае, от доказательства мы пережили целую серию предложений зависимых от показателей биомаркёров. Я представила здесь только один вариант, потому что они где-то аналогичны. Следующая каталогия – сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Вот при сочетанном течении сахарного диабета и гипертонической болезни орган зрения является решением сочетанного воздействия двух факторов – и гипергликемии, и артериальной гипертензии. И в этом случае артериальная гипертензия усугубляет, естественно, прогрессирование и течение диабетической лецепатии до полной слепоты. Исследовались, естественно, маркёры, относящиеся к гипертонической болезни, это калитерингенизмная система, рынокётерзинная система. Но самое главное – это, конечно, здесь изучение у нас было количеств стабильных метаполитов, оксид азота. И я ещё раз вернусь к патогенезу. Везде присутствует дисфункция эдотелия, везде участвует масса биохимических процессов. И вот эта вот схема единого патогенеза гипертонии и сахарного Диабета здесь довольно хорошо представлена, детали тоже не будут останавливаться, но в процессе работы мы четко определили, что на поле базисной консервативной терапии отличается положительная динамика геотимических маркеров преголепилина, колепилина, ренина ангиотензинного фактора за счет компенсаторно-адаптивной активации в системе колепилина и ренин-ангиотензина. И вот конюнк этого исследования – это конечные стабильные метаболиты оксидозола. По мере нарастания тяжести диабетической рейтинопатии в связи увеличивается уровень оксидозола. В норме его нет, он появляется при сахарном диабете. По мере нарастания тяжести заболеваний, ухудшения общего состояния процесса в наглазном дне, он вырастает до колоссальных цифр, и вдруг он отрывается. Вы видите, все снова возвращается к мобилю. Это связано с тем, что в конечной стадии при тяжелом течении, в названии оттенка происходит протушение ткани, и амсидозол уходит. И это, в общем-то, было впервые показано. Это очень интересная картинка, которая была с вами представлена в Академии наук для отчета за прошлый год. Она пошла дальше как маркер из последних исследований такого же фундаментального фарма. И, конечно, говорит о том, что лечить надо вовремя. Нельзя доводить до той стадии, когда уже никакой герог не поможет, никакой амсидозол не найдет у этих пациентов. Ну, и амсидозол, вот, хорошо здесь показано, ну, глядиков, у пациентов, которым давали ноутробную терапию с гипотензимной антиоксидазной терапией. Лучше, конечно, себя ждет в тех случаях, когда больным подключают антиоксидазную терапию, поскольку весь процесс основан на стрессе, о котором я говорила. И вот на коне проведенных исследований также было предложено на основании доказательных компонентов предложенной персонализации в лечении пациентов, у которых имеется сочетание с сахарной диабетой и методической болезнью. Еще один момент. Диабетическая ретина потери и открытоугольная звукома. Но это наше, главное. Неизвестно, что в целом популяции частота грибома это где-то от 1 до 2 процентов. У больных с сахарным диабетом этот процент возрастает до 5. Мы исследуем биотемический фактор, который как раз складывается в герогенезы, в губы, наиболевание, это фастор роста экзотеревых сосудов. И опять моноцитарная хемоатрактантный белок. На фоне лечения мы получили введение ранебезумаба, инкибитором биогенеза, улучшение показателей биопотор. А главное, что не только улучшились показатели, но улучшилось состояние глазного в нас позиции сахарного диабета. И что очень интересно, воздействуя ранебезумаба на некоторые монеты патогенеза, на кольцо, которое включается и глупомная составляющая этих пациентов, мы получили значительные морфологические улучшения диска зрительного герма с не улучшением перипопелязома отека сетчатки и улучшением гидродинамики. Вот это то, что было сделано по сахарному диабету на сегодняшний день. Работа продолжается. И вторая позиция. Позиция сосудистой патологии. Она всегда была у нас на кафедре приоритетной еще со времен моих учителей. Кафедра у нас в свое время возглавила Академия Кабер-Баб, который делал из туристического труда Краснов Михаил Яльинич. Он занимался сосудистой патологией. Профессорского финала, прячь ноги, заведующий кафедрой за ту бытность нашего подразделения, которая была организована в 30-м году. В 30-м году вместе с вами был. Из сосудистых оклюзий мы взяли тромбозы с кафедрой веносетчатки как наиболее частную патологию. На сегодняшний день эта патология, сохраняя данное гидирующее место и гидричинское патрое слабовение, имеет острую социальную значимость, и отвечая на то, что очень много молодежи попадает в эти категории пациентов. Несмотря на то, что впервые клиническая картина при тромбозе центральной вены сетчатки, а вот она здесь представлена, один раз увидишь, никогда не забудешь такую картину, была описана в 1854 году. Скорее, после того, как был уникал Наталья Маскова. Но до сих пор, как и с этого заболевания до конца не изучим, появились методы для исследования вкладки крови в леденеров, уникального маркера для диагностики и, самое главное, для динамики и оценки лечения при этом заболевании. И мы занялись этим процессом, поскольку там очень много было белых пятен, и те моменты, которые мы получили, они представляют безусловно большой интерес. Вот кого был логический предиктор дедимер. Вот его характеристика. Но основное это то, что дедимер является уникальным маркером, с одной стороны, деградацией гибрина, а с другой стороны, степень активации сгортурной ситуации. И это очень хорошо видно в этом примере, который я вам сейчас продемонстрирую. Мы исследовали концентрацию дедимера до лечения, через 7 дней после лечения и через месяц после лечения. Синий и красный гибрина, что у нас получилось. Оказывается, дедимер до лечения влезной жидкости очень высок. Это связано с тем, что активируются гибринули за счет конденсаторной реакции на новом образовании пациентов со трактозии венцинчатки. А в одноклоне лечения происходит снижение уровня дедимера, что свидетельствует об эффективности проводимой терапии. Вот пример больного. До лечения картины глазного дна и после лечения через месяц. Посмотрите уровень дедимера. В норме это 1380, а здесь 6400 нанограмм, через месяц 3200. То, что это тот же самый больной, по алкоголу, его динамика. Что мы в итоге получили в результате этих исследований? Во-первых, мы предложим метод определения уровня дедимера слезной жидкости у пациентов с тромбозом, позволяющих листопотогенезис заболевали, и использовать этот метод как маркер для диагнозов и острых пациентов. Не всегда ли мы можем видеть белосную игру в цели? Второе. Повышение уровня дедимера выше физиологической нормы, я говорила, по 480, свидетельствует о повышении активности инициативной системы. Оборужение дедимера выше 2,0, считаю чем на since тяжесть процесса, что требует назначения дедимеров и антикогенезис. И третье. Слежение уровня дедимера по сравнению с исходным на 50% является критерием для обмена фибиолитической и антикогенезисности. Все больные, которые были проверены по такой схеме, получили хорошие результаты без последующих отсутствий безразвития макулярного отёка, безразвития появления вторичной новой макулярной инфомы и нового кровоизлияния на глазном плене. И теперь генетика. Немножечко о ней. Мы знаем, что индивидуальные течения и прогнозы болеваний зависят от множества факторов. Например, возраст, тяжесть основного болевания, сахар, 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 местное применение лекарственных препаратов, полипрагмазии, которые существуют на сегодняшний день, это приём лекарственных препаратов более 5, не подарок для организма, особенности питания вредной привычки. Всё это 50%, а 50% это то, что нам дали наши родители. Это генетика. И мы взяли для оценки вот этих генетических маркёров тоже социально значимое забоевание, тоже тромбоз, с которым мы поросли знакомы, есть уже определённые изобряды с воином от генетических и исследований генетических предиктов, ген-витамин К и фокси-передуказ. Мы знаем, что в витамине тромба большую роль играли, конечно, местные факторы, если их дотели и сосуды, нарушение свёртывающей системы, это знают все студенты, нарушение ген-динамики. Появились работы по связи с генетикой. Но вот генетические исследования в таком плане, как полное исследование гена витамина К и особенно ассоциации полимартизмов гена вот этого витамина К на сегодняшний день изучены малой. И работа нам составляется интересной с позицией у современных взглядов на течении заболевания. Вот что собой представляют генетические предикторы, по-другому, основной, это третья позиция, инструмент, переводящий витамин К из неактивной в активную форму. Здесь вот я постаралась представить цикл витамина К в снижение, это большие студенты, квадратиками-красненькими показаны гены-диндитаты ферментов цикла витамина К, это цитокром 4F2, это то, что повыше бесправо, витамин К, эпоксидные фруксазы, субстанция А1. Вот эти гены-диндитаты ферментов витамина К, полимартизмов которых могут быть ассоциированы с венозными или артериальными травмозами, скажемо сейчас. Что получилось? Очень интересные данные. Оказалось, что ассоциация между развитием артериальной окрузии, то есть непроходимости сосудов артериального генеза, я хочу вам показать вот этот левый слайд, это артериальная непроходимость, справа это венозные травмозы. Оказалось, что связи артериальной непроходимости вот с этими артерами диетическими не найдено. А G-G-генотип чаще встречается у пациентов с венозными травмозами и имеется определенная ассоциация с высоким риском развития венозных травмозов. Это надо учитывать в целом состоянии пациента. И посмотрели второй, этот генотип, он вообще редко встречается, крайне редко бывает, но при этом и низкий риск развития венозных травмозов. А далее я вам хотела показать вот сам ее динамика процессов при изучении генетического тестирования. Тромбоз центральной венозной сетчатки, микропериметрия чувствительная, световая чувствительность, макроинвукулярная сетчатка, толщина сетчатки высокая. И вот у этих пациентов мы изучали как раз G-G-генотипа полимозным артером G1 генотипа ВК, ВК, витамина К и С-C-генотип, витамин В4, вена Цитопол-4F2. И последнее. Последнее известно, что роль G-G-фактора, фотогенезиатуры и дирекциональных ген, возрастной натуральной дегенерации сетчатки. Однако полимартизм этого дела не изучил. Мы взяли опять множество работы, и мы ничего интересного не получили. Наука – это не только скидки, это не только позитивные результаты, но и с поисковой работы. Это открытие чего-то нового. Мы получили четкой зависимости относительства генотипа и степени развития различных травмозов. И особенно между ассоциацией между развитием ПМД и полимартизмом генов и G-G. Вот такие вот результаты у нас на сегодняшний день. Эти работы продолжаются. За период с 87 года у нас получено открытие десятку патентов, сотни публикаций в том, что в первую верхней части написано монографии. Сделано очень много. Я не стала здесь делать фотографии. Я хотела показать, что помимо чистой науки, применения в клинике, о чем было сказано, публикации в научном плане, конечно, мы как педагоги все это транслируем в учебный процесс. И вот для молодых ученых, у нас 9 школ молодых ученых академий, это только на базе на московской. В частности, речь идет о школе по парламенту генетики и персонализированной медицине. Молодежь проводит активные формы обучения. Они исследовали у себя лично с таком 2019 генетический маркер, посмотрели результаты. Видите, у одних зелененькие, у одних красненькие книжечки. У кого-то нашли, у кого-то не нашли. Интересная работа. Это увлекает людей, это включает их моментальное исследование. И вот таким образом мы это транслируем не только в учебный процесс, но и самое главное, мы стараемся сделать это для молодежи. И почему? Потому что идет время новых профессий. Правда, это не новые профессии, а скорее всего это новые трудовые функции. И от вас новых профессий, которая развлекована в школу, говорит о том, что на первом месте стоит эксперт в персонализированной медицине. Должны быть новые образовательные программы, которые позволят воспитать специалистов готовых к внедрению в практику новых родительных здравоохранения, прецизионной, цифровой и нашей традиционной медицине. Специалистов, которые могут обладать методами молекулярно-генетическим, генной диагностики, обладать методами клеточной терапии, компьютерного моделирования, виртуальной хирургии. Это будущее. Молодежь, которая сидит в зале, должна готовиться уже в этом направлении. Я знаю, что сейчас создаются целые факультеты, которые нацелены именно на подготовку специалистов к такому проживанию. Но, дорогие друзья, не надо забывать о привычной звене, о наших звеных проблемах, о нашем больном сахарном диабетике, как они и глухом, о которых я говорила. Ну и, конечно, как люди предательные, как люди преданные своей специальности, преданные своим учреждениям, учебки должны выполнять указы нашего президента и его стратегии развития, научно-исследовательского развития. Нам сказано, что должен быть переход персонализированной медицины, высокотехнологичному здравоохранению и технологии здоровьезнережения в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов. Вот это основное, что я хотела до вас донести, сказать о том, что у нас сделано, какие проблемы на сегодняшний день есть, чем мы можем так сказать попасть и предложить для комплексированной работе, потому что у нас есть все возможности для этих биосимических анализов, для проведения очень серьезных фундаментальных исследований. У нас очень мощная академия, 48 членов академии, половина – это действительно члены российской академии наук, и 24 человека – это члены корреспондента российской академии наук. Огромное количество ученых, каждая капелька идет немножечко. Я горжусь нашей академией, присоединение к нам таких крупных академий, как Иркутская академия, Казанская академия, конечно, усилила нашу позицию. Воронежская земля – это наша родная земля. У нас очень много сотрудников, которые родились на этой земле, которые учились в этом институте и которые имеют родственников здесь. Если вы зайдете к нам во двор, то у нас очень много машин с Иркутсом 36. Это я не хвастаюсь, я действительно хочу сказать, не ступоком вам. Есть города, в которых прирастаешь душой, которые любишь. Вот я вам скажу, конечно, моя родная Казанская земля, откуда я родом, хотя мало там бывает. Мы очень близок в Иркутск, мы очень близок в Воронеж. Вот эти вот три города, какие-то институты, по-другому, я хочу сказать, что, наверное, нам надо объединяться, вот, особенно молодежи. Приезжайте к нам, у нас очень хорошая молодежь, которая тоже поет, создает гилды, которая занимается спортом, занимает первые места на последний, вот, на фестивале молодежи мы заняли первое место по фундаментарному исследованию по персонализированной медицине. Они принесли дипломы, и мы были, конечно, счастливы. Поэтому много общего, и вот наука может нас объединить. Вам жить дальше, приходите к нам, мы будем рады вас видеть. И на заключение, хотела сказать, что вот этот коллектив, который работал последние пять лет над теми исследования, которые прозвучали сегодня в моем выступлении. Следующие кафедры медико-биологического факультета, кафедры биохимии, умнейшая женщина, которая, конечно, владеет, она доктор биологических наук в семье, она идеолога многих разработанного. Дмитрий Алексеевич учет наш проект по инновациям и развития, который выступал не так давно в Воронежской академии. Это наши сотрудники, кафедры, доценты и целая группа аспирантов, трое из которых сейчас обладают защиты. И научные сотрудники научно-исследовательского центра. Многие из них стали уже кандидатами наук на выборы в докторские диссертации. Я всех, конечно, очень люблю, как люблю свою академию, в которую я пришла после окончания первого медицинского института. И всю жизнь проработала на кафедре афтермологии. Поэтому знаю все, что у нас здесь происходило. И, конечно, мой родной дом в таком виде подготовил вот это сегодняшнее сообщение. Я еще раз хочу вам сказать большое спасибо за внимание, с которым вы выслушали это довольно, может быть, сложное, может быть, сумбурное сообщение. Большое спасибо, скажите, за признание того, что я сегодня слышу вас. Я даже, знаете, как себя не мог почувствовать, честно сказать. Приехал, какая-то королевка здесь, выслушал, мы тебя делаем. Ну, как-то не делал. Спасибо вам вам огромное. Спасибо. Это останется в истории нашей академии. И когда вы будете у нас в следующий раз, мы вам обязательно увидим, пока что самая королевская земля у нас это будет. Спасибо вам всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Бл.М. Мария Александровна Колаевская и представитель компании «Киэдудес» – трассы Булагиня Сергеевич подопригада. АПЛОДИСМЕНТЫ что это земля, которая подарила нам потрясающих совершенно писателей, ученых. И это и Иван Андреевич Крылов, и Мэр Михаил Игоревич Салтыкович, и династия Юргеновых, актеров и математиков, и прекрасный академик Арчица Кундунинграды, и, конечно, Белариса Константиновна. Ну, начался ваш путь с кандидатской диссертации, которая была посвящена той теме, которую мы сегодня услышали, это связано с фундаментальными исследованиями сосудистых заболеваний, которые мы продолжали и превратили в такой объемный куст исследовательской работой. Механическая травма глазом – это наш путеводитель по вообще прогнозам язвения пациента. И так сложилась моя судьба, что я занималась воспалением глазом, и Галина Молсовна-Чернакова продолжила мое направление благодаря вам. И мы сейчас не работаем в Государственном Союзе по красному глазу. Громадная заслуга ваша в организации службы офтальмологов и в самом хроматболе, потому что у вас и великолепное детское направление, и онкологический центр, который возглавляет Алексею Федоровну Бровкину, академик. То есть вы собрали, сумели собрать единомышленников, чтобы сделать такую кафедру, такой фундаментальный совершенно коллектив, который может с вами выйти в разворотительное направление. Когда я слышу цифру 60 диссертаций, больше, и 10 из них и больше, я понимаю, что, наверное, я никогда в жизни не смогу делать это. Но, тем не менее, это есть. Это вы зовите офтальмологию всем нам. Даже при частном, скажем, партнерстве, то, что мы вот сейчас видим в Мирсетской клинике, вы поддерживаете наше направление, вы очень вам за это благодарны. Как описался в таком общении, талант очень прозрачный. Он приобретает краски только в практике. Это, можно сказать, девизом того, что вы делали. И поздравляю вас с этим. Я хотела бы вручить вот эту антипартовую тарелку, в котором, на которой очень-то прозрачное стекло становится вот таким ярким, когда вы вложите это в этот свой панк. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, вот это все в кофелку нашего музея. Спасибо огромное. Вы всегда будете вспоминать Парашевский университет, и я думаю, что вы приедете в этом столетии. Обязательно. Живопроизводитель. АПЛОДИСМЕНТЫ Между вашим главным учреждением по дополнительному профессиональному образованию, между нашим институтом, которым главная только семена дополнительного образования, в общем-то, мы делали конференции по афтальмологии, по другим разъединам медицины и практики. Мы делали по педагогике конференции, приезжают ваши ведущие специалисты. Мы очень благодарны за вашу методическую помощь. И, конечно же, вы надеете вас увидеть на столетие. А может, даже и в 110 лет. Мы вас очень любим, ценим ваши приезды. То, что вы нашли время с твоей плотной графикой, мы понимаем, что у вас очень плотная графика, и поэтому приезжайте к вам почаще. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю вас за то, что вы на ходе время приехали в Воронеже. Берегите нам немножко внимание. И за ту теплоту, которую вы даете нам. Потому что, когда вы их есть, мы чувствуем тепло. И хотим пожелать, чтобы тепло, от Воронежа, с тем людей, которые вас любят, уважают. И дальше вы знали больше, чем больше. Ну и начнем с этого красивого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. Спасибо вам, дорогие товарищи. Игорь Григорьевич, я понимаю, что это прежде всего ваша заслуга. Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте здоровы, счастливы. Конечно, с удовольствием. Ну так уж я не одна, мы приедем уже командой. Будь столетие, это будет столетие. Это будет здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вспомнили мой родной колязин. Действительно уникальный совершенно город. Дальше как-то жизнь покатилась. Я даже не знаю, почему я стала медиком. Но вот так получилось, да. Так получилось, да, там всего два доктора сейчас. Там собираться, вот эти налоги, вот это. Вот стала медиком, пришла в институт, любила артермологию с пятого курса. И вот так стала артермологиям. Однолюбия во всех отношениях. Спасибо вам, дорогие. Спасибо. Спасибо.